Уважаемые читатели, мы начинаем цикл бесед по программе главный проект твоя жизнь. Отношения с другими людьми могут приносить тепло, радость и спокойствие, а могут сильно ранить и причинять боль. Мы в силах организовать жизнь так, чтобы жить в мире с собой и другими. Именно так звучит тема сегодняшней беседы. И наш собеседник, иерей Свято-Вознесенского кафедрального собора, отец Рустик. Здравствуйте! Добрый день, дорогие друзья! Действительно, тема нашей беседы — жизнь в гармонии с собой и окружающими. И тема эта далеко не нова. Многие древнегреческие философы, такие как Аристотель, например, обращались к этой теме. К ней обращались и ветхозаветные пророки, об этом учили Конфуций и Христос. Но почему же эта тема волновала людей много тысячелетий и веков тому назад? И почему сегодня обсуждаем ее мы с вами? Все дело в том, что такие вещи, как одиночество, отсутствие мира в душе, неудовлетворенность с жизнью и чувство постоянной вражды — все то, что мы могли бы описать термином «несчастье» — это проблема не только современного человека, а проблема человека и общества во всех временах. Научиться жить в гармонии с собой — это еще не простая внутренняя работа. Ведь для того, чтобы принимать других такими, какие они есть, понимать, почему люди именно такие, надо научиться понимать и принимать себя, жить в мире с собой. Что бы мы ни делали, всегда необходимо думать о людях, которые рядом, как наши действия отразятся на них. И ведь речь идет не только об элементарной вежливости, не так ли? Действительно. Предлагаемый нами тезис «Жить в гармонии с собой и окружающими» является своеобразным рецептом счастья. А что обычно не понимают под словом «счастье»? Счастье — это достижение всех своих целей, поставленных и запланированных. Но если я не достиг всех своих целей на сто процентов, получается, я несчастный? В жизни человека не все процессы происходят из нашего желания. Есть вещи, на которые мы просто не можем повлиять. Например, от моего желания совершенно не зависит, будет ли сегодняшний день солнечным или пасмурным. А даже если бы и зависело, то всегда есть человек, которому, возможно, нравится больше пасмурный день, а мне, в свою очередь, больше нравится солнце. Что же делать? Ведь в жизни будут присутствовать несогласованные с другими людьми. Будут присутствовать неизменно и трудности, связанные, например, с обучением или трудностей уже выбранной нами и любимой профессии. Также в жизни человека могут быть и неудачи. А еще есть общение с людьми, которые вовсе не обязаны читать наши мысли и тем более не обязаны во всем с нами соглашаться. Необдуманный поступок или фраза, брошенная нами с горяча, могут причинить боль другому человеку. А жить ведь просто. Надо только понимать, что есть люди, которые лучше тебя. Это очень облегчает жизнь. И для того, чтобы жизнь стала приятной, не нужно никакого повода. Надо просто уважать, понимать, принимать и любить окружающих. И быть в мире с собой и другими, а значит быть в гармонии. Действительно, как альтернатива счастью, то есть попытке погони за собственными желаниями, предлагается счастье как гармония. Но что такое гармония личности? На этот вопрос отвечает наука психологии. Гармония личности — это внутреннее состояние, в котором человек переживает происходящее событие, независимо от внешних обстоятельств и окружающих людей. Но как же стать гармоничной личностью? На эту тему написано очень много книг и существует великое количество курсов. Что же мы можем сказать об этом сейчас? Стать гармоничной личностью — это значит попытаться понять себя. Понять, чего бы хотелось вам в действительности. Выстроить собственные цели, планы, желания. Не стремиться жить как все, ориентируясь на чужие модели жизни, а искать собственный путь и собственное призвание. Также это значит уметь быть независимым от влияния окружающей среды, быть сильным без необходимости, постоянно сравнивать себя с теми, кто слабее нас. И для того, чтобы жить в мире и гармонии с собой и с окружающими, важно не самоутверждаться за счет того, кто слабее тебя или, допустим, как мы можем думать, хуже. Люди вышли из того возраста, когда был прав сильный. Для этого на свете слишком много слабых. Единственная правота — доброта. От зла, от гнева, от ненависти, пусть именуемых праведными, никто не выигрывает. Условия существования слишком тяжелы, чтобы их еще усложнять. Это высказывание принадлежит Иосифу Бродскому, и с этим очень трудно не согласиться, правда? Действительно. При общении с окружающими людьми важно в первую очередь понять ценность другого человека. Это, если хотите, и значит полюбить другого, как самого себя. Важно понять, что некоторые люди могут быть в чем-то намного лучше или успешнее нас. И это никак не повод для зависти, а лишь повод для того, чтобы нам в свою очередь стремиться вперед. Важно уметь договариваться с другими людьми, уметь решать конфликт, отстаивать свою позицию, не переходя границы другого человека. Научиться говорить «нет» и не утратить при этом хорошего отношения с окружающими — это тоже важный навык. Конечно, тебя перестанут уважать, перестанут считать самым добрым и отзывчивым. Уметь отказывать — это тоже искусство. Это можно делать корректно, вежливо, доброжелательно, с юмором, чтобы не обидеть просящего. Но если не получается, просто приходится вдохнуть глубже и сказать «нет». Действительно, все вышеперечисленное требует от нас силы, воли, ума, такта, а также сострадания. Развивая все эти качества, мы на собственном опыте понимаем, что, живя в гармонии с собой и другими, каждый человек способен прийти к счастью. Но счастье — это не то, что свалится с ним, а то, над чем нужно и важно работать. И в заключении беседы мы хотим пожелать нашим читателям развивать себя. Ведь сильная личность начинается всегда с малых дел. Даже маленькое усилие, вложенное в себя, как семя, прорастая, принесет большую пользу. Поэтому, дорогие друзья, ваше счастье в ваших руках. Большое спасибо за содержательную и интересную беседу, отец Рустик. Вам спасибо.